Всем привет и доброе утро на StopGame.ru! Благодаря кондиционерам, удалёнке и народным апгрейдам вентиляторов, экватор лета мы кое-как преодолели, и Blizzard это предлагает отметить. Как? Проведением летних игр в Overwatch, конечно. Сезонными развлечениями станут две потасовки. Lucio Ball, которым нужно загнать мяч в ворота команд соперников, и Lucio Ball Remix, где мяча может быть два, а то и больше. Их порой сбрасывают для набора дополнительных очков. Проходить эти специфические игры будут на трёх разных аренах. Кроме того, в три этапа, каждый из которых займёт по одной неделе, последовательно выкатят испытания с уникальными значками, граффити и эпическими обликами. Ну, обычная Близзардовская мишура, вы наверняка знаете. А тематические костюмчики можете ценить по сочному летнему трейлеру, что крутится сейчас на экране. Успеть на события надо до 10 августа. Именно в этот день праздник подойдёт к концу, и летние игры закроются. Но что-то заканчивается, а что-то начинается. Ждёте миллион проектов по вселенной Ведьмака, которые готовят нам Netflix и CD Projekt? Ну, ждёте или нет, а некоторые из них уже на подходе. Вчера, например, вышел тизер-трейлер фильма про весь мир, который тут ещё молод, горяч и аниме. Ну, не совсем аниме, если быть точным. За мультфильм отвечает студия, известная работой над легендой о Коре, располагающейся в Корее и ориентированной на американский рынок. Хотя в тизере указано, что аниме. И кому верить? Узнать, как наставник Геральта превратился из задорного рубачи с модной прической в ведущего шоу «Поле чудес» можно будет уже через месяц. «Кошмар волка» появится на стриминговом сервисе 23 августа. Если вам мало, вот ещё трейлер к релизу «Охотника на чудовищ». Мобилкист дополнен реальностью по мотивам. Квесты, фантастические твари и где они обитают, исследования и крафт. Скачать можно бесплатно в Google Play и App Store. Спонсорская минутка. Новая геймерская карточка Тинькофф All Games IO Winning Sun Edition должна порадовать всех любителей приобретать игры. Основная фишка — внушительный кэшбэк. До 5% за приобретение игр и подписок. До 2% за электронику, кино, доставку еды и такси. И 1% со всех прочих покупок. А за хранящиеся на дебетовой карте деньги вы получаете ежемесячные отчисления в размере 3,5% годовых. А если вы оформите карту по ссылке в описании, то для первых покупок она обеспечит возврат 20% денег, потраченных на игры в Steam, Origin, PS Store и других сервисах, 15% — на заказ с еды, 10% — на покупку техники. Если же вы потратите по карте от 10 тысяч рублей, то сможете поучаствовать в розыгрыше приза, 100% кэшбэка на приставки PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo или апгрейд ПК на сумму до 50 тысяч. Общая стоимость может быть и больше. Либо же полного кэшбэка на подписки PS Plus, Xbox и любые игры до 3500 рублей. Розыгрыш будет проходить каждый месяц до конца года. Один приз на 50 тысяч и 10 на 3500 рублей. Число карт ограничено, так что стоит поторопиться. Ссылка в описании. Пиратский экшен Skull & Bones как отправился в плавание за горизонт дедлайна, как его с тех пор никто и не видел. Чтобы разобраться, что приключилось с побочной веткой Assassin's Creed Black Flag, сотрудники Катако подготовили большой материал о судьбе проекта. Как выяснилось, удачный ветер не подул с самого начала. Skull & Bones находилась в разработке с 2013 года как пост-релизное обновление четвертой части серии, но вскоре была повышена до многопользовательского спин-оффа Black Flag Infinite. Тут возникла проблема. Новое поколение консолей превращало имеющиеся наработки в тыкву прямо на глазах, и примерно с тех пор игра разрабатывается как самостоятельный технологичный проект под привычным уже именем. Далее на E3 2017 провели демонстрацию, которая всем очень понравилась. Да вот, как сообщают источники, игры на тот момент реально не существовало. Разные боссы набрасывали совершенно противоположные идеи. Концепция металась от сессионного боевика в духе Сидж до полноценной ММО. Затем вообще родилась задумка сделать выживач с крафтом и торговлей. И вот в таком шатком состоянии проект пребывает до сих пор. Во всяком случае, понимания сути игры нет даже у сотрудников Ubisoft. Но вряд ли Skull & Bones забросят насовсем. В нее уже вложено более 120 миллионов долларов, и выбросить такие деньги на ветер компания не может. Следующая дата вероятного прибытия корабля-призрака — до апреля 2023 года. Помним и следим. А как там вообще у Ubisoft дела? Ну, если кратко, не очень. Квартальный отчет показывает спад продаж по сравнению с прошлым годом на 17,5%. Но издатель не унывает и с надеждой смотрит на грядущие большие проекты премиум-класса. Это, конечно же, Far Cry 6, Rainbow Six Extraction, Beyond Good and Evil 2 и Mario Plus Rabbids Sparks of Hope. Да. Ожидается и прибыль от выпуска свежего контента для Assassin's Creed Valhalla. Из чего-то совершенно нового компания ожидает многого от игр по Аватару и Звездным Войнам, а также от упомянутой уже Skull & Bones. Когда они еще выйдут? Будут и бесплатные проекты по вселенной Тома Клэнси, плюс что-то мобильное ожидается. Но все это добро сейчас не в приоритете. 80% инвестиций идут на игры ААА-класса. Надеюсь, они-то в ближайшее время до нас доберутся, а не как Skull & Bones и Beyond Good and Evil 2. Fallout 76 не умерла, жива, расширяется и предлагает новые игрушки выходцам из убежища. Функция Fallout Worlds была испробована на тестовом сервере и в сентябре доберется до релиза, а порадует игроков возможностью настраивать миры под свои вкусы, специфические и не очень. Например, с расширенным инструментарием можно возводить постройки в ранее недоступных местах, отключить потребность в электричестве, поменять настройки сложности и правила PvP, начитерить очков действия и патронов, повелевать погоды и радиации, активировать Ragdoll физику и так далее. Созданные по новым правилам миры могут быть открытыми, которыми заведует сама Bethesda, и своими. Тут уже власть отдана в руки игроков. Но не всех, а только обладающих активной подпиской. Приглашать на созданные серверы они, впрочем, смогут и плебеев. Пользователи Big Picture, интерфейса Steam для экранов типа телевизионных, уже давно жалуются, что в их случае прогресс стоит на месте. Нет уже мочи смотреть на дизайны 9-летней давности. Но вот под выход Steam Deck ситуацию наконец исправят. Интерфейс новой машинки заглянет в компьютерную версию, сохранив все самое важное. Магазин, мастерские, социальные функции и уведомления. Когда заглянет, не уточняется. Но наверняка чуть раньше выхода устройства. Надо же к нему подготовиться. А в комментариях к прошлому выпуску, Ardolas88 просит указывать платформы, на которых выходят игры. А то не очень понятно. Извини, дружи, проблему эту быстро не решить. Знаешь что? Список всех платформ можно найти на странице игры на сайте stopgame.ru Там же и материалы свежие посмотришь. Сегодня это, например, обзор не классической JRPG Chris Tales. Ну а у меня все. Пока и хорошего вам дня. Субтитры сделал DimaTorzok